Вечер Идут к нам вечером Ну, как вечером? Пол первого, ну, пол двенадцатого ночи Всем привет! Сегодня 23 июля Полный первый день в Санкт-Петербурге Начал его, как положено, любому пенсионеру С пробежки 5 километров Искал себе маршрут на завтра Чтобы пробежать себе в подарок 15 На сегодня планы следующие Попозже выехать в город И пройти по всем достопримечательностям Маст Си в центре города За исключением Васильевского острова Вот так Время 10.00 23 июля Руслан вышел На В Поход По Санкт-Петербургу На метро добираюсь по центру На сайте нашел очень интересный маршрут Санкт-Петербургу За два дня Львиную долю сегодня планирую Пройти Будем добираться взяли Все, Руслан вышел На станцию метро Гостиный двор Взял, достал фотоаппарат Камеру GoPro И превратился из обычного Из обычного гостя Санкт-Петербурга В туриста Ну и вот слева Достопримечательность Гостиный двор Самое известное торговое сооружение Санкт-Петербурга Насколько я понимаю В советские времена Меня он поражал Своей роскошью И все прочее Еще в 18 веке построен В середине 18 века Даже такие Архитекторы Планировал вроде бы Как расстрели Но построен по Деламоту Тот же громадный Большой гостиный двор Только с другой стороны Невского проспекта Кстати, занимает Этот гостиный двор Целый квартал Где-то напротив По эту сторону Должна быть расположена Армянская церковь Сейчас поищем Ну и вот собственно Сама Армянская церковь Построенная в конце 18 века С разрешения Екатерины И даже По разным источникам Думаю подтвержденным Был Часть денег От продажи Бриллианта Орлов Пошла На возведение Этой церкви Вот внутри Церкви Все, двигаемся дальше По Невскому проспекту Ну, уже не вдалеке Вот рядом Башня Башня Вроде бы Думского городского совета Даже Слева располагалась Дума Когда-то При царе Даже улица Думская Называется Двигаясь в сторону Адмиралтейства По Невскому проспекту После того, как Перешел Забыл По-моему Михайловскую улицу Вышел К костелу Святой Екатерины Думаю, можно не говорить Что конец XVIII века Как почти все Самый первый И самый большой Католический храм В России Слева-справа от него Художники уличные Располагаются Можно заказать картину Ну, собственно Невский проспект Сейчас зайдем вовнутрь Такое Достаточно скромное Убранство После храмов В Европе В Западной Купол Вот, собственно, вышел Канал у Грибоедова Множество экскурсий Много людей Канал у Камбдали Спас На Крови На Марк Канал у Грибоедова Одно из моих Самых любимых Зданий Построенное В самом начале 20 века Дом книги Он же Зингера Компания Когда-то была На противоположной стороне Казанский собор Тоже мой любимый Забор Позже зайду И там вдали Вдали Адмиралтейство Очень много людей Дорогие книги Ну и вот Дом книги С противоположной стороны Невского проспекта Построек в стиле модерн Очень популярный Стиль В начале 20 века И к тому же Он был в то время Очень современный Тусанский собор Построен по проекту Андрея Воронихина Начало 19 века Здесь Днем же Похоронен Кутузак Великий полководец Стоит памятник Ему и Барклай В Детоле Ну и здесь Соответственно Икона Казанской Божьей Матери Расположена Очень почитаемая Спасибо Что очень приятно Собор является действующим Сейчас зайду Поставлю свечку Снимать не помню Можно или нет Смотрю Экографировать запрещено Но все нарушают Вот такая очередь Иконе Казанской Божьей Мати Там внутри Казанского собора Купол Красиво, шикарно Очередь стоять Продолжаю Продолжаю прогулку Вдоль канала Грибоедова Сейчас иду В Банкову Или Банковскому Сейчас посмотрю мосту Через канал Очень популярный Среди туристов Мост называется Банковский Людей Реально много Очень много Очень много Фотографируется Очень популярно Руслан не исключение Сейчас кого-то буду просить Двигаюсь по каналу Грибоеда В сторону Итальянского моста Вот он Собственно Италия По улице Итальянской Площадь Искусств Памятник Пушкину На площади Искусств Ну Собственно За памятником Располагается Михайловский дворец Вот он Александр Сергеевич Через решетку снимаю Михайловский дворец Сам музей закрыт Сегодня Я в нем бывал Не раз По инженерной улице Мимо Михайловского театра Возвращаюсь к каналу Грибоедова Канал Грибоедова Мавдон канала Ну И постепенно Выходим К собору Спас На крови Так называемого На месте Убитого Императора Александра Второго Ну сначала раненого Который потом Скончался Построен в конце 19-го Начале 20-го века Жаль что в лесах Купол Ну Ничего Крам Крам Собор Собор Стрези Построенный В русском стиле Очень много Мозаик Первый камень Заложил Кстати Сын Александра Второго Александр Третий Ну Где-то справа Ну Там же Виднеются Решетки Михайловского Сада Брусский музей Михайловский Гворец Там же Вход в Михайловский Сад Не помню Чем Но Очень Очень Знаменитый Решет На входе Идалек Здесь Много Людей В углу Михайловского Сада Вот такой Павильон Садовый Расположен От него Отправляются Кораблики По Всем Каналам Рекам Санкт-Петербург Вот он Павильон С пристанью И Кораблик Погулочный Один Из Дальше Наш путь Будет Проходить По улице Садовой И он там За деревьями Находится Знаменитый Мистический Инженерный Замок Люди Плывут На кораблике Отдыхают Услан Предпочитают Силу Ограниченных Материальных Возможностей Пешком Но Пешком Лучший Город Можно увидеть Пошел К Михайловскому Замку Инженерному Замку Со стороны Михайловского Сада Небольшая Неприятность Свойственная Санкт-Петербургу Пошел Дождь Такие Крупные Капли Цель Наша Вот Собственно Михайловский Инженерный Замок Со стороны Нижнего Лебяжьего Моста Четыре Года Строился С 1791 По 1801 Первый Ну Очень Хороший Дождь Какой Небог Со мной Я не Попадал Есть Промокший Продолжаю Экскурсию Замок Дворец Михайловский Инженерный Мистический Этот Строился Кстати Как Крепость Был Рвами Весь Ну И Сейчас Рвы Есть Но Не Заполненные Полностью Водой Но Павла Не Спасли Меня От Дождя Достаточно Неплохо Внутри Музей Сам Закрыл Но Охранник Нас Пустил Ливень Был Сумасшедший Идем Дальше Еще Один Памятник Петру Первому Который Павел Установил Прадеду От Правнуха Это Ответ Екатеринина Медный Всадник Ну Такой Интересный Памятник Креп Михайловским Дворцом Услан Сдается Продолжает Экскурсию Вышел Не торопясь Весь Промокши К Марсовому Полю Очень Очень Не торопясь Дошел До реки Невым Вот он Этот Стоевский Мост Дальше Павловская Крепость Назарящий Мост Откуда Собственно И начался Санкт-Петербург Дворцовая Набережная Дальше Пермитаж Вон там Стрелка Васильевского Острова Нахожусь На первом Зимнем Мосту Через Зимнюю Канавку Которая Ведет Креке Небе Место Очень Популярное Для людей Которые Любят Фотографироваться На этом Мосту Зимней Канавка Которая С другой С другой С другой С другой Борцовой Набережной Кораблики Эксорсионные Посидел на набережной Опять Небе Там дальше Кораблики Военные Потому что День ВМФ Скоро будет Воскресенье Надо будет Посетить Вот он Вход В Новый Эрмитаж Корпик Поддерживаемый Атлантами Мощно Фигуры Выглядят Атлеты Я тоже Еще Побегаю Месяца Два Также Буду С Миллиона Улицы Вышел На Дворцовую Площадь Какие-то Ремонты Ну не ремонты Какие-то Палатки К чему-то Готовятся Там здание Рометаза Вышел На Дворцовую Площадь Окончательно Здание Генерального Штаба Александрийский Стоп Дали Исаакиевский Собор Шпиль Шпиль Адмиралтейства В общем Непрезентабельный Вид Зимнего Дворца Эрмитажа Палатки Леса Очень Портят Здание Зимнего Дворца Торцевая Часть Ну Даже С этой Стороны Камера Наверное Не придаст Но Очень Очень Выглядит Мощно Солидно Зимнего Дворца Перешел К зданию Адмиралтейства К одному Пришел Через Дорогу Пермитаж Вот он Лев Охраняющий Дворцовый мост Сам Дворцовый мост На той Стороне Моста Кунст Камера И Там Дальше Дальше Очень Очень Много Травлей Камера Не видно Но Поверьте Нас Памятник Такой Петру Плотнику Написано Что Подарен Городу Санкт-Петербургу Кролесом Нидерланды По набережной Дошел До первой Пары Кораблей Морского Флота России У нас На Украине Или в Украине Тоже говорят Есть Один Ржавый Корабль Вот так Вот она Кунст Камера Там Дальше Меншиковский Дворец По Васильевскому Острову Я думаю Сершить Отдельные Экскурсии В качестве Бонуса По дороге К метро Сенатская площадь И вот он Памятник Медный Всадник Петро От Екатерины Очень интересная Экскурсия Подошла К концу Слегка Мрачена Проливным Дождем Футболка Джинсы Уже подсыхают А вот Кроссовки Нас Посмотрим А мне В них Завтра Бежать 15 Милометров Такие вот Здания На Сенатской площади Дальше Театр Тушенхон По-моему Александрийский Но Это будет Позже Следующая Экскурсия Вот она Сенатская площадь Люди Отдыхают Экскурсии Походы На метро К метро Еще одна Доступимечательность Сакевский Собор Очень Очень Красивое Сооружение Значимое Но Опять же Следующий Рас Поближе Такой Вот Действующий Фонтан От Клопь Адмирал Действия Шпиля Который Видно Очень Далеко Далеко На Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует